и о его судьбе. Было весьма соблазнительно ими воспользоваться, особенно материалами из интересной книги «Февчук», личные вещи Александра Сергеевича Пушкина, но, поразмыслив, я решил все-таки воздержаться. И не только из уважения к памяти Василия Петровича, имелись и другие, не менее важные причины. Его история, посвященная перстню-талисману, впрочем, как и другие, приведенные в этой книге, была не научным исследованием, а рассказом, в котором вымысел занимал свое законное и почетное место рядом с фактом. Стоит ли нарушать это плодотворное сотрудничество фантазии и документалистики? Я решил, что нет, не стоит. А теперь давайте вновь вернемся с вами в большую комнату, где за письменным столом нас терпеливо дожидается Василий Петрович Белов, худощавый, морщинистый, в своей неизменной бархатной куртке. Итак, Петербург, зима 1837 года. Василий Петрович стукнул пальцем по столу, и этот звук отозвался эхом далекого выстрела из XIX века. От звука выстрела лошадь вскинула голову и дернулась. Взвизгнули по лозе, в обе стороны из пацаней брызнул снег. Длиннобородый пожилой извозчик в заячьем треухе быстро перехватил вожжи и натянул их. Не балуй! Лошадь дрожала мелкой дрожью, перебирая ногами и вывернув голову в сторону изгороди, где между редкими жердями чернел на снегу кустарник. — Никак стрельнули, а? — испуганно спросил другой извозчик, сани которого стояли несколько поодаль. Стылый морозный воздух разорвал второй выстрел. — Стрельнули! Старик стянул зубами громадную рукавицу и перекрестился. — Стрельнули! — Эхе-хе! Кому-то сегодня слезы лить не иначе. Смертоубийство, брат, по-нашему. А по-ихнему, по-благородному, дуэлью прозывается, вон как, для того и пистоли везли. Старый петербургский извозчик не ошибся. В пятидесяти метрах от дороги только что закончилась дуэль. Но он не знал и не мог знать, что смертельно раненный первым выстрелом человек, которого он привез сюда, величайший поэт России. Не знал он, разумеется, и того, что сто лет спустя его праправнук, учитель одной из школ бывшего Петербурга, ставшего Ленинградом, будет читать в затихшем классе стихи другого великого поэта, посвященные событиям этого зимнего вечера. Погиб поэт, невольник чести, пал оклеветанной молвой, свинцом в груди и жаждой мести, поникнув гордой головой. Проваливаясь по колено в снег, на дорогу выбрался офицер. Он был без шапки и шинели. Легкий ветерок ворошил его редкие волосы. Это был Константин Карлович Донзас, лицейский товарищ и секундант Пушкина. Помогите, братцы, проезд в заборе сделать, раненого взять надо. Извозчики переглянулись. Значит, не до смерти. Авось и выживет, дай-то бог. Пожилой неожиданно легко спрыгнул с облучка. Все трое стали выламывать жерди, чтобы подъехать на санях к месту дуэли. Снег на поляне, где происходила дуэль, был утоптан. Барьер обозначен шинелями. — Ишь, расстарались! — подумал бородатый и стянул с головы тревух. Пахло снегом и порохом. Секундант Дантеса Даршиак, стройный и элегантный, подал Донзасу его шинель, предварительно отряхнув ее от снега. — Благодарю вас! — Даршиак кивнул головой. Жорж Дантес сидел, согнувшись на пне, положив на колено раненую руку и придерживая ее другой рукой. Лицо его кривилось от боли. В эту минуту он мало походил на того неотразимого красавца-кавалергарда, от которого были без ума дамы. — Пщут! Штафирка! — подумал Константин Карлович, вспомнив растерянность Дантеса, когда раненый Пушкин крикнул к барьеру и попросил вместо выпавшего у него при падении пистолета другой. Константин Карлович помог Пушкину сесть в сани, прикрыл его ноги полостью и приказал извозчику ехать шагом. — А как же вы, барин? Пешком сзади пойду. — Далече идти-то! — сказал бородатый извозчик. — Ничего. А вось на аптекарском попадутся сани. Даршиак последовал примеру Данзаса, несмотря на настойчивое приглашение Дантеса занять место рядом с ним в санях. Француз, видимо, считал, что секунданты должны быть в равном положении. Со стороны строганого сада, примыкавшего к набережной Большой Невки, дул сильный, пронизывающий до костей ветер. Данзас приостановился. Повернувшись спиной к ветру, достал золотой брегет на цепочке с брелоком, щелкнул крышкой. Было всего десять минут седьмого. Значит, здесь они пробыли час с небольшим. А еще каких-нибудь два часа назад они с Пушкиным сидели за столиком в кондитерской Вольфа и пили лимонад. Константин Карлович запахнул шинель и обратил внимание на темное пятно. Это была кровь Пушкина. После выстрела Дантеса поэт упал на шинель. Лежа на ней, он и произвел ответный выстрел. Рана в живот. Мало кто оставался в живых после такой раны. У комендантской дачи, недалеко от того места, где Пушкин жил, летом 1833 года, их дожидалась лакированная карета с гербом на дверцах, запряженная четверкой холиных вороных. Ее прислал, беспокоясь за своего бесценного Жоржа, голландский посланник Геккерен. Геккерен. Объясняя сегодня Константину Карловичу причину дуэли, Пушкин прочел ему черновики своих писем к голландскому посланнику и Даршаку. Барон, позвольте мне подвести итог тому, что произошло недавно, писал он Геккерену. Поведение вашего сына было мне известно уже давно. Представитель коронованной особы, вы отечески сводничали вашему сыну. По-видимому, всем его поведением, впрочем, в достаточной степени неловким, руководили вы. Это вы, вероятно, диктовали ему пошлости, которые он отпускал, и нелепости, которые он осмеливался писать. — Подобно бесстыжей старухе, вы подстерегали мою жену по всем углам, чтобы говорить ей о любви вашего незаконно рожденного или так называемого сына. А когда, заболев сифилисом, он должен был сидеть дома, вы говорили, что он умирает от любви к ней. Вы бормотали ей, верните мне моего сына. — Я не желаю, чтобы моя жена выслушивала впредь ваши отеческие увещания. Я не могу позволить, чтобы ваш сын после своего мерзкого поведения смело разговаривать с моей женой, и еще того менее, чтобы он отпускал ей казарменные каламбуры и разыгрывал преданность и несчастную любовь, тогда как он просто плут и подлец. — Итак, я вынужден обратиться к вам, чтобы просить вас положить конец всем этим проискам, если вы хотите избежать нового скандала, перед которым, конечно, я не остановлюсь. Имею честь быть барон, ваш нижайший и покорнейший слуга Александр Пушкин. Письмо Геккерену было датировано вчерашним днем, а письмо Даршаку — сегодняшним. Впрочем, это было скорее не письмо, а записка. Виконт. — Я не имею ни малейшего желания посвящать петербургских зевак в мои семейные дела, поэтому я не согласен ни на какие переговоры между секундантами. Я привезу моего лишь на место встречи. Так как вызывает меня и является оскорбленным господин Геккерен, то он может, если ему угодно, выбрать мне секунданта. Я заранее его принимаю, будь то хотя бы его егерь. Но судьбе было угодно, чтобы секундантом Пушкина стал не егерь Геккерена, не кто-нибудь еще, а именно он, Константин Карлович Донзас. Видит Бог, как он не хотел этой дуэли. Но Пушкин просил об услуге, в которой не принято отказывать. Неужто рано смертельно? Нет. Донзас отказывался в это верить. Конечно, Пушкин будет жить. Обязательно будет. Между тем, Даршак переговорил с Дантесом и предложил перенести тяжелораненого в карету. Пушкин! В карете своего врага! Как можно? Донзас хотел сделать отрицательный жест рукой, но Даршак остановил его. Я понимаю, как вам и господину Пушкину неприятно воспользоваться каретой господина Геккерена, и все-таки не следует принимать поспешных решений. Что верно, то верно, — подумал Константин Карлович. Разве он имеет право поддаваться сейчас неприязни, когда от него, возможно, зависит жизнь Пушкина? В конце концов, плевать ему и на Дантеса, и на Геккерена. Он должен думать о Пушкине, и только о нем. Это его святой долг. — Барон чувствует себя не совсем плохо, пустяк, а господин Пушкин очень плохо, — сказал Даршак по-русски, тщательно подбирая слова. В его голосе было сочувствие, и Донзас подумал, что француз, наверное, добрый малый. Не все ли равно, кому принадлежит эта карета? — Главное, что она к вашим услугам, господин Донзас, в ней вдвоем не тесно. Она на упругих рессорах, и господин Пушкин не будет чувствовать толчков. У господина Пушкина сильное кровотечение, он может истечь кровью. Ему необходим срочно, доктор. Я хочу, чтобы вы поняли меня правильно. — Я правильно вас понял, господин Виконт. Итак, с благодарностью принимаю ваше любезное предложение. — Вот и отлично. Но одно непременное условие. — Какое же? Донзас посмотрел в сторону Пушкина, который, закрыв глаза, сгорбившись, сидел в санях и сказал. — Пушкин ни в коем случае не должен знать, чья это карета. — Разумеется, — кивнул Даршак, — я понимаю, насколько господину Пушкину это было бы неприятно. Но учтите, что на дверцах кареты герб барона Геккерена. Господин Пушкин может обратить внимание на герб. Я постараюсь, чтобы он его не заметил. — Ну что ж, тогда дело за вами, — сказал Даршак и отошел к Дантесу. — Донзас, — сказал Пушкину, — что отыскал карету. — А чья она? — Наемная. — Со спокойной совестью солгал Константин Карлович. — Тебе в ней будет покойнее. Согласен? — Пожалуй. У Пушкина было серое, осунувшееся лицо, глаза лихорадочно блестели. — Совсем плохо, — подумал Донзас. Дверца кареты была предварительно распахнута, и Пушкин герба не заметил. Несмотря на уговоры Донзаса, он перешел в карету сам, Константин Карлович только поддерживал его под локоть. Сейчас он совсем не походил на тяжело раненого. Дай Бог, дай Бог, незаметно перекрестился Константин Карлович. В карете было темно и уютно, пахло кожей и какими-то старыми, давно вышедшими из моды духами. Пушкин втянул ноздрями воздух. Нет, он не ошибся. Точно такими же духами пахло некогда. В рабочей корзине бабушки Марья Алексеевна Ганнибал. В корзине бабушки маленький Саша прятался от гнева матери и докучливых гувернеров. Здесь его уже никто не тревожил. Это была волшебная корзина. И уже будучи взрослым, поэт часто жалел, что у него больше никогда не будет подобного убежища, где можно было бы укрыться от светского злословия, клеветы, интриг, кредиторов, пасквилянтов, сплетников и лицемерного покровительства первого жандарма России Николая. Увы, волшебная корзина исчезла из его жизни вместе с детством и бабушкой. Пушкин смертельно устал от тех усилий, которые потребовались, чтобы самостоятельно перейти в карету. В изнеможении, прижавшись спиной к мягким подушкам, он тихо сказал, — Как хорошо. Тебе удобно? — Да, как в бабушкиной корзине. Константин Карлович не понял, но переспрашивать не стал. — Чья это карета, Донзас? — Наемная, — повторил Константин Карлович. Немец-кучер взмахнул бичом, и карета плавно тронулась с места. Рессоры скрадывали толчки. И боль, которая еще несколько минут назад, поднимаясь от живота вверх, раскаленным клинком пронзала все тело, постепенно стихла, а затем и вовсе исчезла. Только по-прежнему кружилась голова, и во всем теле ощущалась непривычная слабость. Донзас протянул руку, чтобы задернуть на окне шторку, но Пушкин остановил его. Он хотел видеть вечерний Петербург, город, который он всю свою жизнь так сильно любил и ненавидел. Кто знает, быть может, он проезжает по его улицам в последний раз. Карета въехала на Аптекарский остров и покатила по прямому, как палка капрала, и нескончаемо длинному Каменноостровскому проспекту. Чугунные обледенелые тумбы, поставленные здесь еще в царствование Екатерины II, выстроившиеся в стройные шеренги, словно солдаты на вахт-параде, фонарные столбы и посаженные через равные интервалы строго по ранжиру сиротливые деревья. У моста через Карповку кучер придержал лошадей. Из будки в косую полосу выглянул толстый заспанный будочник в тулупе и солибарды, с завыванием протяжно зевнул и поднял скрипучий шлагбаум. У этого полицейского были маленькие глазки и мясистый бесформенный нос. Петр I считал полицию становым хребтом государства. Петербургская полиция следила при нем за печами и трубами, за соблюдением правил застройки, укреплением берегов рек и каналов, за уборкой нечистот домовладельцами, за состоянием рынков и одеждой продавцов и мало того. По его указу полиция должна была обеспечивать добрые порядки и нравоучения, рождать каждого к трудам и промыслу принуждать, юных в целомудренной чистоте и честных науках воспитывать, излишек в домовых расходах запрещать. Указ царя безоговорочно утверждал, что полиция — это душа гражданства. Полицейский опустил шлагбаум, почесался под тулупом и скрылся в своей будке. Душа гражданства пошла досыпать. Любезное дело. Карета въехала на Петербургский остров. Здесь по приказу Петра I были возведены образцовые мазанки. Такие мазанки, начиная с 1712 года, под страхом наказания предписывала строить всем недостаточным петербуржцам. Петр мечтал уподобить свой парадис, любезному его сердцу Амстердаму. «Если Бог продлит жизнь и здравие», — говорил он, — «Петербург будет другой Амстердам». Амстердам был городом каналов, и в Петербурге тоже рыли каналы, которые за ненадобностью были засыпаны к середине XVIII века. Амстердам был городом каменных домов, и в Петербург свозили камень со всех концов необъятной России. Но камня все равно не хватало. И Петр запретил строительство каменных домов в Москве. Каждому жителю Петербурга было предписано сдать сто камней для мощения улиц. Царь добился своего. Петербург стал первым каменным городом Российской империи. Одетый в камень город прямых линий, каменные дома, каменные набережные, каменные лица солдат и жандармов, и сам преобразователь России вместе со своим любезным другом Катеринушкой. Кто же теперь был укрыт камнем? Его останки покоились на каменном ложе под каменной плитой в храме Петра и Павла. В окнах кареты проплывали серые, похожие один на другой дома, лавки, где продавались калачи и сбитни, обленявшие вывески портных и сапожников. Неподалеку от извозчащей биржи на углу Каменно-Островского проспекта и Архиерейской улицы, над дверью трехэтажного доходного дома красовалось изображение, покрытое мыльной пеной физиономии, стригут, бреют и кровь отворяют. Пушкина лихорадила непослушными, а немелыми пальцами. Он застегнул шубу, попытался натянуть перчатки, левая наделась легко, а правая за что-то зацепилась и никак не налезала на пальцы. Перстень. Этому перстню поэт посвятил два стихотворения. Первое было им написано в 1825 году, в тяжкие дни Михайловской ссылки. «Храни меня, мой талисман, храни меня! Во дни гоненья, во дни раскаяния, волненья, Ты в день печали был мне дан. Когда подымет океан, вокруг меня волы ревучи, Когда грозою грянут тучи, храни меня, мой талисман, В уединении чуждых стран, на лоне скучного покоя, В тревоге пламенного боя, храни меня, мой талисман». Второе он написал два года спустя, Когда расследовалось дело о распространении запрещенных стихов из Андрея Шенье. «Милый друг, от преступления, от сердечных новых ран, От измены, от забвения, сохранит мой талисман». Пушкин прикоснулся пальцем к вставленному в кольцо камню. Он был теплым, почти горячим. Весенний камень. Древние безоговорочно верили в силу драгоценных камней. Они считали, что владелец бирюзы Будет жить без забот и в полном благоденствии, Что аметист дает власть над ветрами И покровительствует мореплавателям. Что талисман волхвов — лунный камень. А изумруд призван вдохновлять поэтов, художников и музыкантов. В средние века им награждали победителя в состязании бардов. Его же вручали вновь избранному королю братства Менестрелли во Франции. Легенды и предания Приписывали изумруду покровительство Гомеру и Петрарке, Данте и Байрону. Покровитель поэтов, живописцев и музыкантов. Сегодня ему изумруд Удачи не принес. Но стоит ли его винить в этом? Он никогда не был амулетом дуэлянтов, Но этот камень находился у него на пальце, Когда он писал Евгения Онегина, Бориса Годунова, Скупого рыцаря, Моцарта и Сальери, Пир во время чумы, Полтаву, Дубровского, Песни западных славян. Как верный товарищ, Он делил с ним успехи и неудачи, Радость и горе. Разве это не стоит благодарности? И как-то Пушкин сказал, Что Напарнас взлетает Не на заморском крылатом Пегасе, А на лихой русской тройке. Морожка со снегом, Стакан ледяной воды с малиновым вареньем, Которые всегда стоят на его письменном столе, Когда он работает, И вот этот перстень-талисман, Подсказывающий рифмы. Он повернул перстень камнем вниз, И рука легко вошла в тесную перчатку. Несмотря на хваленые рессоры, Карету все-таки трясло. Пушкин прикрыл глаза И тотчас же увидел Натали. Она сидела за овальным столиком И читала письмо. Это было письмо от него. Пушкина, Но адресованное не ей, А ее матери. Когда я увидел ее в первый раз, Красоту ее едва начинали замечать в свете. Я полюбил ее. Голова у меня закружилась. Я сделал предложение. Ваш ответ, При всей его неопределенности, На мгновение свел меня с ума. В ту же ночь я уехал в армию. Я вам писал, Надеялся, Ждал ответа. Он не приходил. Сколько мук Ожидало меня по возвращении. Ваше молчание, Ваша холодность, Та рассеянность, И то безразличие, С какими приняла меня Мадемуазель Натали. У меня не хватило мужества объясниться. Я уехал в Петербург В полном отчаянии. Я чувствовал, Что сыграл очень смешную роль. Первый раз в жизни я был робок, А робость в человеке моих лет Никак не может понравиться Молодой девушке В возрасте вашей дочери. Только привычка И длительная близость Могли бы помочь мне заслужить Расположение вашей дочери. Я могу надеяться Возбудить со временем Ее привязанность, Но ничем не могу ей понравиться. Если она согласится Отдать мне свою руку, Я увижу в этом лишь доказательство Спокойного безразличия Ее сердца. Но, будучи всегда окружена Восхищением, поклонением, соблазнами, Надолго ли сохранит она Это спокойствие? Ей станут говорить, Что лишь несчастная судьба Помешала ей заключить Другой, более равной, Более блестящей, Более достойный Ее союз. Может быть, эти мнения И будут искренни. Но уж ей они, безусловно, Покажутся таковыми. Не возникнут ли у нее Сожаления? Не будет ли тогда Она смотреть на меня, Как на помеху, Как на коварного похитителя? Не почувствует ли она Ко мне отвращение? Бог мне свидетель, Что я готов умереть за нее. Но умереть для того, Чтобы оставить ее блестящей вдовой, Вольной, на другой день Выбрать себе нового мужа, Эта мысль для меня Ад. Пушкин застонал, Наталья вздрогнула, Подняла на него глаза И вздохнула. От ее вздоха, Словно белые птицы, Взлетели в воздух Лежавшие перед ней письма. Пушкин с трудом разбирал слова В кружившихся перед ним строчках, И шу тебе из Тригорского. Что это, жонка? Вот уже двадцать пятая, А я все от тебя не имею ни строчки, Здорова ли ты, душа моя? И что, мои ребятишки? В Михайловском Нашел я все по-старому, Кроме того, что нет уже в нем няни моей, И что около знакомых старых сосен Поднялась во время моего отсутствия Молодая сосновая семья, На которую досадно мне смотреть, Как иногда досадно мне видеть Молодых кавалергардов на балах, На которых уже не пляшу. Не требуй от меня нежных, Любовных писем. Мысль, что мои распечатываются И прочитываются на почте, В полиции и так далее, Охлаждает меня. Все вы, дамы, на один покрой. Так и раскокетничалась. Впрочем, жонка, я тебя зато не броню. Все это в порядке вещей. Будь молода, потому что ты молода, И царствуй, потому что ты прекрасна. Теперь они смотрят на меня, Как на холопа, С которым можно им поступать, Как им угодно. А пало легче презрение. Я, как ломоносов, Не хочу быть шутом, Ниже у Господа Бога, Но ты во всем этом не виновата. Видел я трех царей. Первый велел снять с меня картуз И пожурил за меня мою няньку. Второй меня не жаловал. Третий хоть и упек меня в камер пажи Под старость лет, Но променять его на четвертого Не желаю. Посмотрим, Как-то наш Сашка будет ладить С парфирородным своим тезкой. С моим тезкой я не ладил. Не дай Бог ему идти по моим следам. Писать стихи, да ссориться с царями. В стихах он отца не перещеголяет, А плетью обуха не перешибет. Какая ты дура, мой ангел! Конечно, я не стану беспокоиться От того, что ты три дня пропустишь без письма. Так точно, как я не стану ревновать, Если ты три раза сряду Провальсируешь с кавалергардом. Из этого еще не следует, Что я равнодушен и не ревнив. Натали приподняла правую руку. Письма Одно за другим стали опускаться на столик, Образуя сугроб, Который совсем закрыл ее лицо От Пушкина. Низкий голос цыганки Тани Пел сложенную в таборе песню. Давыдов с ноздрями, Вяземский с очками, Гагарин с усами, Д. Митюша, В. Петруша, Г. Федюша, Девок испугали И всех разогнали. Пушкин! Александр Сергеевич Открыл глаза И увидел встревоженное лицо Донзаса. Да? Нет ничего, Это я так, Пустое. Пушкин Уперся рукой в подушку И слегка приподнялся. Это далось ему с трудом. Вновь вернулась Оставившая была его Нестерпимая боль. Чтобы не застонать, Александр Сергеевич Сжал зубы И глубже втиснулся в подушку. Потерпи немного, Скоро приедем, Сказал Донзас. Пушкин кивнул. Преодолев силой воли, Боль, Попросил. Подготовь, Натали. Конечно. И пришли людей, Чтобы меня перенесли. Наверх я не поднимусь. Все сделаю. Натали, скажи, Что рана несерьезная, С трудом выговаривая слова, Будто заново учас говорить, Сказал Пушкин. Не беспокойся. Остался позади Кронверский проспект, Огибающий полукругом Александровский парк. Они переехали Троицкий мост, И вот уже дворцовая набережная, Нарядная, Ярко освещенная. Почти приехали, Сказал Донзас. Пушкины занимали квартиру Рядом с Зимним дворцом, На мойке, В доме князя Волконского. Поэта внесли на руках В его кабинет, Раздели И уложили на диван. Вскоре приехал доктор Задлер. Он осмотрел Пушкина И наложил на рану компресс. Задлера сменил Известный в Петербурге Хирург Арендт. Рассказывая впоследствии О своем посещении поэта, Арендт говорил, Обычно жизнь людей, Получивших подобную рану, Измеряется минутами. А он сделал ответный выстрел, Сам перешел в карету И столько прожил. Великолепная натура. Менс сана Инкорпорес сано Здоровый дух В здоровом теле Это был не только великий поэт, Но и человек великой воли. Арендт долго зондировал рану, Но пулю извлечь не смог. Отвечая на немой вопрос, Наталья Николаевна Арендт с профессиональным оптимизмом Сказал, Будем надеяться, Что все обойдется. Никаких лекарств, Шампанское и лед, Лед и шампанское. Когда Наталья Николаевна Вышла из кабинета, Пушкин пристально посмотрел на врача. А теперь, Николай Федорович, Поговорим откровенно. Я вас не понимаю. Я хочу знать правду, Николай Федорович. Я должен все знать, Чтобы иметь возможность распорядиться. Уверяю вас, Что ничто испугать меня не может. Хирург закрыл свой маленький саквояж с инструментами. Саквояж был старым, потертым. Арендт приобрел его еще во времена Отечественной войны 1812 года. Тогда Арендт никогда не лгал умирающим солдатам. На то были солдаты. Пушкин по-прежнему неотрывно смотрел на него. Если так, то... Нерешительно начал хирург. Да. Рана очень опасна. Торопливо. Словно боясь, что через минуту пожалеет. О своей откровенности, — сказал Арендт, — и к выздоровлению вашему я почти не имею надежды. Спасибо. Я так и предполагал. Не говорите лишь об этом моей жене. Хирург кивнул головой и поднялся со стула. Хочу вас предупредить, Александр Сергеевич, что, как лейб-хирург Его Величества, я обязан доложить о состоявшейся дуэли и ее последствиях царю. Докладывайте. Но попросите его от моего имени не наказывать секунданта. Константин Карлович Донзас не мог мне отказать в этой услуге и сделал все от него зависящее, чтобы предотвратить поединок. Арендт откланялся, а два часа спустя снова приехал и вручил Пушкину записку царя. «Любезный друг Александр Сергеевич», — писал Николай, — «если не суждено нам видеться на этом свете, прими мой последний совет, старайся умереть христианином. О жене и детях не беспокойся, я беру их на свое попечение». Арендт с удивлением заметил, как губы Пушкина тронула слабая улыбка. Лейбхирург Его Величества, конечно, не знал, что несколько лет назад поэт в кругу близких друзей импровизировал свое будущее завещание. Стихотворение откажу Жуковскому, отцу-кормильцу моей музы. Софика Рамзиной все английские сентиментальные романы, которые она так любит, и необходимы при их чтении носовой платок для вытирания слез. Кушкин никого не хотел обделить, даже врагов. Врагам он собирался оставить в наследство, посвященные им эпиграммы и свои денежные долги, которые, увы, увеличивались с каждым месяцем. Пушкин положил записку на стоящий у дивана столик. Здесь стояла ведерко с шампанским, и горели в бронзовом канделябре витые свечи. На его указательном пальце вспыхнул зеленым пламенем изумруд. Перстень вторично за этот вечер напоминал о себе. Напоминал деликатно, ненавязчиво. У Гёте тоже был резной перстень с изображением амура на морском коне. Кто-то говорил, что этот перстень был сапфировым, но Пушкин сомневался. К синему цвету Гёте относился, если и не отрицательно, то, по меньшей мере, настороженно. — Синее вызывает у нас чувство холода, — писал он. Синее стекло показывает предметы в печальном виде. А зеленый цвет великий старец любил. В нем он ощущал добрую и умиротворяющую силу природы, так же, как и плений. Гёте считал, что такой цвет способен успокоить и глаз, и душу. Поэтому перстень у Гёте, скорее всего, был тоже изумрудный, такой же зеленый, как и этот. Пушкин задумчиво смотрел на перстень. В переливающем со всеми оттенками зеленого камня он видел сочную зелень молодой травы и еще не просохшие на ветру весенние листья деревьев, залитые теплым золотистым солнцем луга и затененные лесные поляны, Болдина, Михайловская, Тригорская. В комнате повеяло ветерком, который принес с собой легкий аромат ландышей и запах травы. Пушкин закрыл глаза. Недоумевающий Аренд склонился над ним. Вам плохо? Нет, просто легкое головокружение. Вы потеряли слишком много крови. Видимо. Хотите что-нибудь передать государю? Царь! Ах, да! Записка! Передайте его величеству, что я тронут проявленным им великодушием, — сказал Пушкин и снова прикрыл глаза. Аренд на цыпочках вышел из комнаты. — Александр Сергеевич уснул, не тревожьте его, — сказал он Наталье Николаевне. Но Аренд ошибся. Пушкин не спал. Ему оставалось слишком мало жить, чтобы он мог тратить время на сон. Пушкин снял с пальца перстень и положил его рядом с канделябром. Что ж, враги не обижены. Они свое получили, но не следует забывать и о друзьях. А друзей у него всегда было много, во много раз больше, чем врагов. Перед ним мелькали, сменяя друг друга, лица Дельвига, Жуковского, отца и кормильца его музы, Пущина, Кюхельбеккера, Крамзиных, Раевских, Чаадаева, Вяземского, Вильегорского, Донзаса, Даля, Гоголя. Да, у него было много друзей. Было? Нет. Он жив, пока еще жив. Ночью боли достигли предела, и поэт попросил Камердинера принести ему средний ящик из письменного стола. В ящике лежали пистолеты. Донзас, которому Камердинер тотчас же сообщил об этом, обнаружил их уже спрятанными под одеялом. Не нужно сверчок. Пушкин, стиснув зубы, тяжело и сипло дышал. Донзасу показалось, что он его не узнает. Пистолеты были кухенройтерские, с серебряными скобами и серебряной насечкой на стволах. Таких пистолетов у Дантеса не было. Поэтому пистолеты для дуэли заказывались в оружейном магазине Куракина. Донзас вздохнул и положил пистолеты на место. Утром Пушкину стало немного легче. В своем письме к отцу поэта, написанном им после смерти Пушкина, Василий Андреевич Жуковский вспоминал. Одним словом, он сделался гораздо спокойнее. Даль, имевший сначала более надежды, нежели другие, начал его ободрять. «Я ухватился», — говорит Даль, — как утопленник за соломинку, робким голосом провозгласил надежду и обманул было и себя, и других. Пушкин взял его за руку и спросил, — никого тут нет? — Никого. — Даль, скажи мне правду, скоро ли я умру? — Мы за тебя надеемся, Пушкин, право, надеемся. — Ну, спасибо, — отвечал он. Но, по-видимому, только однажды и обольстился он надеждою. Ни прежде, ни после этой минуты он ей не верил. Он мучился менее от боли, нежели от чрезмерной тоски. «Ах, какая тоска!» — иногда восклицал он, закидывая руки за голову. «Сердце изнывает». Однажды он спросил у Даля, — кто у жены моей? Даль отвечал, — много добрых людей принимают в тебе участие. Зало и передние полны с утра и до ночи. — Ну, спасибо, — отвечал он. — А так же поди, скажи жене, что все, слава богу, легко, а то ей там, пожалуй, наговорят. С утра 28-го числа, в которой разнеслась по городу весть, что Пушкин умирает, передняя была полна приходящих. Одни осведомлялись о нем через посланных спрашивать об нем, другие, и люди всех состояний, знакомые и незнакомые, приходили сами. Трогательное чувство национальной общей скорби выражалось в этом движении, произвольном, ничем не приготовленном. Из явления общего участия наших добрых русских меня глубоко трогали, но не удивляли. Участие иноземцев было для меня усладительную нечаятельностью. Мы теряли свое. Мудрено ли, что мы горевали, но их, что так трогало, отгадать нетрудно. Гений есть общее добро. В поклонении гению все народы родня, и когда он безвременно покидает землю, все провожают его с одинаковую братскую скорбию. Пушкин, по своему гению, был собственностью не одной России, но и целой Европы, потому-то и посол французский, сам знаменитый писатель, приходил к двери его с печалью собственную, и о нашем Пушкине пожалел, как будто о своем. По тому же Люце Роде, саксонский посланник, сказал собравшимся у него гостям в понедельник в вечеру, — нынче у меня танцевать не будут, нынче похороны Пушкина. — Возвращаюсь к своему описанию, — продолжал Жуковский. Послав Даля ободрить жену надеждою, Пушкин сам не имел никакой. Однажды спросил он, который час, и на ответ Даля продолжал прерывающимся голосом, — долго ли мне так мучиться? Пожалуйста, поскорей. Это, — повторил он несколько раз, — скоро ли конец, и всегда прибавлял «пожалуйста, поскорей». Вообще, после мук первой ночи, продолжавшихся два часа, он был удивительно терпелив. Когда тоска и боль его одолевали, он делал движения руками или отрывисто кряхтел, но так, что его почти не могли слышать. «Терпеть надо, друг, — делать нечего, — сказал ему Даль, — но не стыди с боли своей, — стонай, — тебе будет легче. — Нет, — он отвечал перерывчиво, — нет, не надо стонать, жена услышит. Смешно же, чтоб этот вздор меня пересилил. Не хочу». Я покинул его в пять часов и через два часа возвратился. Видев, что ночь была, довольно спокойно я пошел к себе почти с надеждою, но, возвращаясь, нашел иное. Аренд сказал мне решительно, что все кончено и что ему не пережить дня. Действительно, пульс ослабел и начал упадать приметно, руки начали стыть. Он лежал с закрытыми глазами. Иногда только поднимал руки, чтобы взять льду и потереть им лоб. Ударило два часа пополудни. И в Пушкине осталось жизни. На три четверти часа. Он открыл глаза и попросил моченой морожки. Когда ее принесли, он сказал внятно, позовите жену, пускай она меня покормит. Она пришла. Пушкина опустилась на колено у изголовья, поднесла ему ложечку другую морожки, потом прижалась лицом к лицу его. Пушкин погладил ее по голове и сказал, ну-ну, ничего, слава богу, все хорошо, поди. Пушкин. 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 Жандармы наполнили ту горницу, где молились об умершем, нас оцепили, и мы, так сказать, под стражей проводили тело до церкви. Какое намерение могли в нас предполагать, чего могли от нас бояться, этого я изъяснить не берусь. После отпевания Пушкина в придворной конюшенной церкви его повезли в Святогорский монастырь, где покоился прах его матери. А через некоторое время состоялось разбирательство по делу убийцы Пушкина. Дантеса Геккерена приговорили к смертной казни, но одновременно с приговором суд постановил ходатайствовать о смягчении наказания. Ходатайство, разумеется, было учтено. Убийцу разжаловали в рядовые и выслали за границу. Вместе с Дантесом уехала из России его жена, свояченица Пушкина, Екатерина Николаевна Гончарова. Василий Петрович зажег верхний свет, задернул на окне плотную штуру. И там, по ту сторону зашторенных двойных стекол, остался Петербург 1837 года, с его громадами дворцов, легконогими рысаками под цветными сетками, фонарями, полосатыми шлагбаумами и молодыми ясенями у черной речки. В комнате снова были только он, я и Пушкин. Не умирающий человек, не бронзовая статуя, а стоящие на полке тома вдохновения, мук, счастья, любви, глубоких мыслей и переживаний. То, что пушкинский гений оставил последующим поколениям. По радио передавали последние известия. Середина двадцатого века. Смерть Пушкина потрясла Россию. «Если бы при мне должна была случиться несчастная пушкинская история, и если бы я был на месте Донзаса, — писал Пущин своему лицейскому товарищу, — то роковая пуля встретила бы мою грудь. Всю ночь проплакал Александр Бестужев, который заказал потом панихиду по Пушкину и Грибоедову. Когда священник запел «За убиенных боляр Александра и Александра, рыдания сдавили мне грудь», — писал он. «Какой жребий, однако, выпал на долю всех поэтов наших дней? Вот уже трое погибло, и все трое какой смертью!» Тысячи документов печали и скорби. Но не все переживали горечь великой утраты. И во время следствия о непозволительных стихах, написанных корнетом лейб-гвардии гусарского полка Лермонтовым, Михаил Юрьевич сказал, «Я был еще болен, когда разнеслась по городу весть о несчастном поединке Пушкина. Некоторые из моих знакомых привезли ее ко мне, обезображенную разными прибавлениями. Одни, приверженцы нашего лучшего поэта, рассказывали с живейшей печалью, какими мелкими мучениями, насмешками он долго был преследуем и, наконец, принужден сделать шаг, противный законам земным и небесным, защищая честь своей жены в глазах Старого Света. Другие, особенно дамы, оправдывали противника Пушкина, называли его благороднейшим человеком, говорили, что Пушкин не имел права требовать любви от жены своей, потому что он был ревнив, дурен собою. Невольное, но сильное негодование вспыхнуло во мне против этих людей, которые нападали на человека, уже сраженного рукою Божией, не сделавшего им никакого зла и некогда ими восхваляемого. Много стихотворений было посвящено гибели величайшего поэта. О трагедии России писали Креницын, Гвоздев, Огарев, Полежаев. И жизни и смерть поэта породили в свое время немало легенд, значительная часть которых пришлась на долю перстня-талисмана, сказал Василий Петрович. Перстень будил любопытство и разжигал воображение. Среди легенд ему посвященных попадались и весьма любопытные. Происхождение перстня связывали, например, с недолгим царствованием Бориса Годунова. Говорили, что царь подарил его на счастье своей дочери Ксении. По отзывам современников, Ксения Годунова была необыкновенной красавицей. От рукавица чудного домышления, зельною красотою лепа, бела и лицем румяна, очи имея черный, великий светлостью блистаяся, в лосы имея черный, великий, аки трубы по плечам лежаху, восторженно писал о ней летописец. Но Ксения, по свидетельству тех же современников, отличалась не только красотою, но и образованностью. Борис Годунов был большим поклонником наук, и Пушкин не зря в своей драме вложил ему в уста слова «Учись, мой сын, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни». Ксения была знакома с творчеством древних поэтов и сама не чуждала смуз. Во всяком случае, ей приписывалось авторство некоторых популярных на Руси в начале XVII века песен. Она хорошо знала античную историю и мифологию, в частности, все относящееся к тирану острова Саамос-Поликрату. Поликрат, правивший островом в VI веке до н.э., превратил его в самую сильную морскую державу Эгейского моря. Великолепный дворец Поликрата считался одним из красивейших зданий Древней Греции. Сокровищница тирана ломилась от драгоценности. Счастье не покидало удачливого правителя, и, устраша с этого везения, Поликрат захотел умилостивить богов и обмануть судьбу. Следуя мудрому совету, он решил во избежание жестокой расплаты за свое низменное счастье расстаться с самым дорогим своим сокровищем — перстнем Геммой, работы великого Феодора Самосского. Поликрат бросил перстень в море, но море вернуло тирану перстень. Боги не приняли жертву Поликрата, и он понял, что дни его сочтены. Что же касается творения Феодора Самосского, то оно, как и положено произведениям искусства, намного пережило и Поликрата, и Феодора. Знаменитую Гему еще в начале нашей эры показывали путешественникам в римском храме Согласия. Оправленная в золото, эта изумрудная Гемма, удостоившаяся чести попасть в балладу Шиллера Поликрата в перстень, которую перевел на русский язык Жуковский, была, видимо, сделана в форме священного жука египтян Скоробея. Сморагдовый перстень Ксении Годуновой, сморагдом тогда называли на Руси изумруд, был вырезан ювелиром по ее рисунку и являлся точной копией знаменитого перстня, увиденного и описанного Климентом Александрийским в третьем веке нашей эры. Так же, как и на том легендарном перстне, на перстне Ксении была вырезана лира, окруженная пчелами. Ксения очень любила этот перстень и гордила сын. Но он не принес ей счастья, точно так же, как творение Феодора Самосского не вернуло Поликрату утраченного им благоволения богов. Когда царь Борис умер, а его жена и сын были злодейски убиты, лжа Дмитрий I насильственно сделал Ксению своей наложницей. Слухи об этом дошли до Марины Мнишек и, вызвав у нее ревность, ускорили приезд невесты-самозванца в Москву. За несколько дней до торжественного въезда Марины Мнишек и ее отца в столицу, Ксения Годунова была заточена в монастырь, где ей еще суждено было пережить разграбление монастыря казаками атамана Заруцкого. Перед смертью Ксения подарила этот перстень настоятельнице монастыря. Переходя из рук в руки, перстень Ксении оказался у владельца богатого села Веземы, которая, кстати говоря, принадлежала некогда Борису Годунову. У этого помещика, являвшегося ее соседом по имению, бабушка Пушкина Мария Алексеевна Ганнибал и приобрела перстень Ксении, которая завещала своему внуку. Были и другие варианты той же легенды. Рассказывали, например, что Лжедмитрий, вступив в Москву, приказал отобрать у Ксении Годуновой этот перстень и отправил его с гонцом своему тестью Юрию Мнишику, воеводе Сандомирскому. Любитель весело пожить, Мнишик был кругом в долгах, поэтому перед своим путешествием в Россию он был вынужден заложить этот перстень вместе с другими драгоценностями присланными Лжедмитрием из Москвы к раковскому ростовщику. Выкуплены эти ценности, разумеется, не были. Так перстень исчез. А много лет спустя знаменитый польский поэт Адам Мицкевич, слышавший о перстне Ксении, случайно приобрел его у какого-то ювелира то ли в Кракове, то ли в Варшаве, и в знак своего преклонения перед талантом русского поэта преподнес его автору Бориса Годунова. По другой легенде, перстень-талисман принадлежал некогда Ивану Третьему, который выдал свою дочь Елену замуж за великого князя литовского Александра. В свите, которое сопровождало Елену в Литву, был и предок поэта Василий Тимофеевич Пушкин, пользовавшись садоверием дочери великого князя. Иван Третий считал, что и так оказывает Александру великую честь, и не дал за дочерью никакого преданного. Это тяготило Елену. В одном из писем к отцу она писала «И сама, разумею, и по миру вижу, что всякий заботится о детках своих и о добре их промышляет. Только на одну меня Господь Бог разгневался, что пришло твое нежалование. Служебница и девка твоя, королева польская и великая княгиня литовская Олена со слезами тебе, государю-отцу своему, низко челом бьет». После этого письма Иван Третий якобы усовестился и послал пятьсот горностаевых шкурок, кречетов и изумрудный перстень, который в дальнейшем Елена подарила за верную службу Василию Тимофеевичу Пушкину. Так перстень стал фамильной драгоценностью Пушкиных и достался Александру Сергеевичу от его дяди Василия Львовича, тоже поэта. Который преклонялся перед своим гениальным племянником. Согласно этой легенде, на перстне венецианским мастером были вырезаны шапка Мономаха и Бармы. Одни утверждали, что перстень-талисман Пушкину подарил Державин, другие, что графиня Воронцова, третьи называли имя Дельвига. Но еще больше легенд было посвящено судьбе перстня после смерти Пушкина. Здесь уже каждый фантазировал в меру своих сил и возможностей. Шепотом говорили, что поэт переслал свой талисман опасному государственному преступнику Ивану Ивановичу Пущину, отбывающему пожизненную каторгу за участие в умысле на цареубийство одобрением выбора лица к тому предназначенного и, наконец, в том, что лично действовал в мятеже и возбуждал нижних чинов. Некоторые уверяли, что перстень у этого чудовища Чаадаева. Ведь недаром покойный поэт посвятил ему столько стихотворений и в числе самых необходимых предметов для жизни просил прислать в Михайловское портрет этого сумасшедшего. Третьи говорили, что Пушкин отдал перстень Владимиру Ивановичу Далю, с которым сблизился в последние дни своей жизни. При этом вспоминали, с каким одобрением Пушкин встретил сказки Даля о том, как поэт послал ему свой рукописный экземпляр сказки о рыбаке и рыбке с надписью «Твоя», от «Твоих», сказочнику-казаку луганскому, сказочник Александр Пушкин. Кстати, в статье Дали, помещенной в энциклопедическом словаре Брокгауза и Эфрона, приват-доцент Булич, как само собой разумеющийся, написал, что Даль присутствовал при трагической кончине Пушкина, от которого получил его перстень, талисман. И в том же словаре в статье о Донзасе указывалось «Пушкин очень любил Донзаса, которому, умирая, отдал на память своей руки кольцо». Среди слухов был и слушок, пущенный кем-то из ненавистников Натальи Николаевны. Надо сказать, что в высшем петербургском обществе имелись люди, которые были не прочь, обеляя царя и придворных возложить всю вину за гибель Пушкина на его жену. Этим целем служил и слух о том, что будто бы Пушкин отдал перстень ей, а она не нашла ничего лучшего, как подарить талисман поэта своей уехавшей в Париж сестре, жене-убийце Екатерине Николаевне Гончаровой. И теперь после смерти Екатерины Николаевны Дантес Геккерен, глумясь над памятью убитого им гения, носит перстень на своем мизинце. И, как всегда бывает в подобных случаях, тут же объявились очевидцы. Один присутствовал якобы при том, как Наталья Николаевна, прощаясь, с сестрой передала ей перстень, и та достала талисман из коробочки и примерила на безымянный палец, причем Дантес улыбался и одобрительно кивал головой. По утверждению другого, об этом ему стало известно от дочери Пушкина, которой рассказал о проишедшем коммердинер поэта, потрясенный вероломством ее матери. Третий же очевидец только что приехал из Парижа, где встречался с Дантесом и собственными глазами видел на его пальце перстень Пушкина, причем Дантес ему сказал, что веревка повешенного и талисман убитого в одинаковой степени приносят счастье. Учитывая, что Дантес сразу же после убийства Пушкина мог увлеченно дирижировать на балу Мазурка и Котельоном, в подобные заявления бывшего кавалергарда нетрудно было поверить. Все это настолько разожгло страсти, что один из русских гвардейских офицеров, страстный поклонник Пушкина, поклялся привезти талисман из Парижа, а если Дантес откажется отдать перстень, убить мерзавца на дуэли. Перед отъездом офицер нанес визит дочери Пушкина Натальи Александре, но не застал ее, так что попытка что-либо дополнительно выяснить закончилась ничем. К тому времени Дантес Геккерен, которого Карл Маркс называл известнейшим выкормышем империи, а великий французский поэт Виктор Гюго племил в своих стихах делал политическую карьеру при другом, более крупном авантюристе, чем он сам. Реакционер по своим убеждениям. Бывший кавалергард сразу же после высылки из России принял деятельное участие в политической жизни Франции. С целью облегчить Луи Наполеону подготовляемый им государственный переворот, Дантес вместе с другими правыми депутатами добивался изменения конституции страны. После прихода к власти Наполеон Третий щедро расплатился за оказанные ему услуги. Дантес стал сенатором и был приближен к императору, выполнял его поручения и участвовал даже в переговорах с русским царем. Пользуясь своим положением при Наполеоне Третьем, Дантес не чуждался и предпринимательства. Он наживал деньги, принимая участие в учреждении железнодорожных компаний, промышленных обществ и кредитных банков. Екатерина Николаевна Гончарова скончалась во Франции, и Дантес по этому поводу не грустил. Он не любил своей жены, брак был вынужденным. Встретиться с любимцем Наполеона Третьего было сложно. Он не принимал неизвестных ему людей, тем более людей из России, а тут еще русским офицерам. Сразу после его прибытия в Париж заинтересовалась хорошо информированная французская полиция, которая, видимо, получила кое-какие сведения о целях его приезда. В полиции знали, что молодость коммергера императора, проведенная им в Петербурге, была отнюдь небезупречна, и что в России не забыли ни о гибели поэта, ни о виновнике этой гибели. Встреча с Дантесом откладывалась. Зато офицера к его глубочайшему удивлению охотно приняла у себя дочь Дантеса, Леония Шарлотта. Горничная тотчас же проводила русского в ее комнату. У дочери коммергера были темные глаза и бледное лицо. «Для русских я всегда дома», сказала она, поднимаясь навстречу офицеру. «Жаль только, что они у меня редкие гости. Как говорят в России, милости просим». Старательно выговорила она по-русски. «Я правильно говорю». Первое, что бросилось в глаза офицеру в кабинете Леонии Шарлотты, был большой портрет Александра Сергеевича Пушкина, который висел на противоположной от дверей стене. Но это еще не все. На письменном столе молодой женщины, рядом с бронзовым бюстом Александра Сергеевича Пушкина, лежал раскрытый томик из собрания его сочинений и исписанные листы бумаги. Офицер ожидал чего угодно, но только не этого. На какое-то время он потерял дар речи. «Но вы не ответили на мой вопрос». «Простите, я правильно говорю по-русски». «Бесподобно», сказал офицер, думая совсем о другом. «Неужто без акцента?» «Без малейшего». «Странно». «Странно не это. Странно не то, что вы говорите по-русски, а то, что вы чувствуете по-русски». Она проследила за его взглядом. «Вы имеете в виду Александра Сергеевича?» «Да». «Что же тут странного? Я наполовину русская. Но что же вы стоите? Присаживайтесь». Офицер сел, он был явно растерян. «Я работаю над переводом на французский язык Бориса Годунова», объяснила Леония Шарлотта, указав на письменный стол. «Может быть, это слишком смело с моей стороны, но я считаю, что перевод «ле фюре» не слишком удачен. А мне бы хотелось, чтобы французы получили хоть некоторое представление о нашем гении». «Она так и сказала нашим. Если мне это удастся, я буду считать, что прожила не зря». «И это говорит она, дочь убийцы Пушкина», билась в мозгу офицера. Жуковский считал, что Пушкин принадлежит Европе, сказал он. «Я полностью согласна с Василием Андреевичем, но для того, чтобы стать необходимым всем, гений должен быть глубоко национальным. Более русского поэта, чем Пушкин, я не встречала. По Пушкину можно изучать Россию. Вот это я и хочу попытаться выявить в своем переводе, правда, пока мне это не очень удается. Я мечтаю увидеть Россию, это помогло бы мне лучше справиться с переводом, не правда ли? Я хотел побеседовать относительно вашего отца, робко сказал офицер, ошеломленный всем увиденным и услышанным. Глаза Леони и Шарлотты сузились. Если вы имеете в виду сенатора Дантеса Геккерена, то я его своим отцом не считаю. Простите, но отец всегда остается отцом, ошибаетесь. Или вы считаете, что яблоко от яблони недалеко падает? Я совсем это не имел в виду, запротестовал офицер, но существуют узы крови, только не для меня. Я не могу признать отцом человека, который решился выстрелить в сердце России. Визит затянулся. Офицер провел в обществе Леонии Шарлотты целый вечер, а затем еще дважды навещал ее. В Россию он вернулся очарованной женщиной, которая оказалась достойной именоваться не дочерью Дантеса, а племянницей Пушкина. Знакомство с Леони и Шарлоттой стало для него уроком. Он понял, что жизнь не столь проста, как ему казалось, а яблоко от яблони падает порой очень далеко. Клятва, которую офицер дал перед своим отъездом в Париж, осталась невыполненной. Перстня талисмана Пушкина он из Франции не привез, а сенатор и коммергер Наполеона Третьего умер в глубокой старости своей смерти. Дело в том, что Леония Шарлотта заверила посланца из России. Наталья Николаевна никогда не дарила ее матери перстня покойного поэта. Более того, она, Леония Шарлотта, даже не слышала об этом талисмане. Таким образом, экспансивного юного офицера, который был моим отцом, Петром Никифоровичем Беловым, постигла неудачи. Но в этой неудаче, впрочем, как и в каждой неудаче, были и свои положительные стороны. Во-первых, отец до конца дней своих сохранил светлые воспоминания о Леоне и Шарлотте, с которой некоторое время даже переписывался. Она собиралась посетить Россию и твердую уверенность, что она стала вечным укором для Дантеса. А во-вторых, что, с моей точки зрения, более существенно, он по-настоящему заинтересовался пушкинским талисманом и положил немало трудов на то, чтобы установить истину. Надо сказать, рассказывал он мне впоследствии, что после возвращения в Петербург я вообще некоторое время сомневался в существовании этого перстня. В конце концов, если могли придумать эту историю с Натальей Николаевной, Екатериной Николаевной и Дантесом, то могли придумать и сам перстень. Однако встреча с дочерью Пушкина, Натальей и Александной, рассеяла всякие сомнения на этот счет. Наталья Александна не видела этого перстня, не знала о его судьбе, но была уверена в его существовании. И эта уверенность была ею подтверждена документально. Она обратила мое внимание на стихи своего отца, посвященные перстню талисману, и на два его письма из Михайловского к Льву Сергеевичу Пушкину. В первом поэт писал «Еще комиссии. Пришли мне рукописную мою книгу, да портрет Чаодаева, да перстень, мне грустно без него, рискни с Михайлом». А во втором шутливом, написанном месяц или полтора спустя в рифму, Пушкин просил «Пришли мне цветов да эду, да поезжай к Ангельгартову обеду, кланяйся господину Жуковскому, заезжай к Пушкину и Малиновскому, поцелуй Матюшкина, люби и почитай Александра Пушкина, да пришли мне кольцо мой лаион». Таким образом, перстень, талисман существовал, сомневаться в этом не приходилось. От Натальи Александровны Петр Никифорович узнал и о двух других необычайных кольцах. Директор Царско-сельского лицея Егор Антонович Энгельгард вручил первым выпускникам чугунные кольца, в связи с чем бывшие лицеисты шутливо называли себя чугунными братьями. Было такое кольцо и у ее отца. Точно такие же по форме кольца были позднее выкованы для декабристов и скандалов Николаем Бестужевым. Вполне возможно, что такого рода кольцо тоже имел усу Пушкина. Все это было весьма любопытно, но Петр Никифорович решил, что розысков перстня талисмана с него более чем достаточно. Пусть поисками этих двух колец займется кто-нибудь другой, кстати говоря, такими поисками позднее и занимались. Когда Петр Никифорович прощался, Наталья Александровна выразила надежду, что он будет ее навещать. В том же году судьба свела отца с отставным майором Иваном Ермолаевичем Великопольским, автором нескольких брошюр по обработке льна. От общих знакомых отец уже знал, что старик Великопольскому тогда было под 70, но он отличался поразительной бодростью, которой могли позавидовать и молодые, не всегда интересовался только льном. В молодые годы Ивана Ермолаевича знали, как довольно бойкого стихотворца и драматурга. Его перу принадлежали популярные в свое время опера «Водевиль сюрприз», «Трагедия Владимир Влонский», «Драма», «Любовь и честь». Но все-таки Иван Ермолаевич прославился не новым способом обработки льна, не стихами и не пьесами, а тем, что имел честь играть в карты почти со всеми литераторами своего времени, преимущественно с поэтами. Беседы с Великопольским не раскрыли тайну талисмана, но все же оказались полезными. В тетради отца появилась такая запись. Василий Петрович достал Сафьяновую тетрадь и прочел. По словам Великопольского, Пушкин хорошо знал символику драгоценных камней, приписываемые им лечебные свойства. Однажды он показал Великопольскому таблицу соответствия того или иного камня месяцу рождения, знаку зодиака, а также звезде, под которой человек родился. Великопольскому эта таблица показалась любопытной, и он ее переписал. Рожденным в январе прочел Василий Петрович сопутствует гранат и розовый кварц. В феврале аметист и оникс. В марте турмалин и яшма, в апреле сапфир, алмаз, горный хрусталь, в мае изумруд, хризопраз, в июне жемчуг и лунный камень. Пушкин родился 26 мая 1799 года, в четверг, под Меркурием, в созвездии Близнецов. Таким образом, ежели он считался со своей таблицей, которую дал переписать Великопольскому, его счастливыми камнями могли считаться изумруд и хризопраз по месяцу рождения, а пал родился под Меркурием в созвездии Близнецов и соответствующие его знаку Зодиака Близнецам Цитрин или Тигровый Глаз. Василий Петрович закрыл тетрадь и продолжал. По заверениям Великопольского, вставки из цитрина и тигрового глаза в перстнях тогда, как правило, не делали. И если бы Пушкин носил перстень с такой вставкой, он, Великопольский, обязательно обратил бы на него внимание. А пал Пушкину не нравился. Поэт считал его камнем печали и неудач. Таким образом, если перстень талисман соответствовал переписанной Великопольским таблице, то это, скорее всего, был перстень с изумрудом или хризопразом. Любопытно, что во всех легендах, сопутствовавших этому перстню, он был не с каким-либо иным камнем, а именно с изумрудом. Итак, изумруд. следует отдать должное Петру Никифорычу, который проявил тогда много терпения и настойчивости, разрабатывая эту версию. Отец опросил десятки, если не сотни людей, в том числе ювелиров, которые могли располагать на этот счет хоть какими-либо сведениями. Но отцу постоянно и упорно не везло. Впрочем, через некоторое время после его поездки в Париж, где он познакомился с дочерью Дантеса, ему показалось, что фортуна повернулась к нему лицом и даже изволила улыбнуться. Отцу попала в руки копия, составленного в 1827 году для Николая I алфавита членов бывших злоумышленных тайных обществ и лиц, прикосновенных к делу произведенного высочайшую утвержденную 17 декабря 1825 года следственную комиссию. В этом алфавите против имени Никиты Всеволодовича Всеволожского было написано Всеволожский был учредителем общества «Зеленая лампа», которому название сие дано от лампы, висевшей в зале его дома, где собирались члены коями, по словам Трубецкого, были Толстой, Дельвик, Родзянко, Барков и Улыбышев. Среди перечисленных фамилий Пушкина не было, но в том, что он состоял членом этого общества не было никаких сомнений. В послании к Юрьеву поэт писал «Здоровы, рыцари, лихие, любви, свободы и вина, для нас, союзники, младые, надежды лампа зажжена». «Зеленая лампа» упоминалась и в письме Пушкина к Мансурову «На силу упросил я Всеволожского, чтобы он позволил мне написать тебе несколько строк любезной Мансуров чудо-черкес. Здоров ли ты моя радость? Весел ли ты моя прелесть? Помнишь ли нас, друзей твоих, мужа Скагополу? Мы не забыли тебя? И в семь часов с половиной каждый день поминаем в театре рукоплесканиями, вздохами и говорим «Свет-то наш Павел! Что-то делает он теперь в Великом Новгороде!» Зеленая лампа нагорела, кажется, гаснет, а жаль, масло есть. Что же собой представляла зеленая лампа? Это было своеобразное, литературно-политическое общество, прогрессивно настроенной дворянской молодежи. Веселье и тосты в честь вакха, мус и красоты перемежали здесь с весьма смелыми политическими разговорами и спорами о будущем устройстве России. И в записке Якова Николаевича Толстого, которую он направил 17 октября 1829 года Николаю I, указывалось, что общество получило название зеленой лампы по причине лампы сего цвета, висевшей в зале, где собирались члены. Под всем названием крылось однако же двусмысленное подразумение и девиз общества состоял из слов «свет и надежда». Причем составлялись также кольцы, на коих вырезаны были лампы, члены обязаны были иметь у себя по кольцу. Когда Петр Никифорович обнаружил, что именно такой печатью с изображением лампы поэт запечатал свое письмо к Павлу Мансурову, он уже почти не сомневался, тайна талисмана разгадана. Конечно же, Пушкин, всегда сочувствовавший вольнолюбивым стремлениям своих друзей-дегабристов, Пушкин, у которого, видимо, хранилось одно из железных колец, сделанных из кандалов бестужевым, на всю жизнь сохранил перстень печатку с лампой надежды на лучшее будущее России. Эта печатка и являлась его талисманом с юных лет и до трагической смерти от руки Дантеса. Но, увы, открытие, которым так гордился мой отец, только увеличило число легенд и ни на шаг не приблизило его к разгадке. Об этом он к своему глубокому разочарованию узнал от другого офицера, с которым познакомился в Болгарии во время русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Этот офицер в балканскую кампанию командовал 13-м нарвским гусарским полком и, за проявленное мужество, был награжден золотым оружием и Георгием третьей степени. Фамилия того полковника была Пушкин, а звали его Александром Александровичем. Немного отвлекаясь от нашего повествования, должен сказать, что среди потомков Александра Сергеевича вообще было много храбрых воинов. Правнук поэта Григорий Григорьевич Пушкин был награжден в Великую Отечественную войну орденами Отечественной войны, Красной Звезды и многими медалями. Отличились в войне с гитлеровцами и праправнуки поэта, капитан английского уландского полка Джордж Майкл, Александр Вернер и участник движения сопротивления во Франции Георгий Михайлович Воронцов Вильяминов. Отец мне говорил, что Александр Александ Пушкин унаследовал от поэта его необыкновенные серые глаза, вьющиеся волосы и длинные тонкие пальцы рук. Не знаю. Мне привелось увидеть впервые Александра Александ Александровича уже в весьма преклонном возрасте, когда он в звании генерал-лейтенанта вышел в отставку и то ли заведовал московским коммерческим училищем, то ли председательствовал в опекунском совете. Я в то время гимназист-первоклассник во все глаза смотрел на хозяина дома сына великого Пушкина. Однако словоохотливый старик ничем не напоминал своего знаменитого отца. каким тот представлялся мне по портретам и скульптурам. Возможно, мне не хватало воображения, а, может быть, Пушкин в камне и на полотне совсем не был похож на того Пушкина, который много лет назад сажал к себе на колени сына Сашку, мальчика, который теперь стал стариком. Петр Никифорович Белов не только познакомился в Болгарии, с командиром тринадцатого Нарвского гусарского полка. Несчастливый номер полка очень смущал Александра Александровича, он считал, что наверняка будет убит в бою и все же лез под пули. Но, несмотря на разницу, в чинах сошелся с ним, а к концу жизни даже сдружился. Насколько я теперь понимаю, полковник Пушкин отнесся к поискам отца с некоторой долей юмора. Перстень Талисман не представлялся ему такой уж важной вещью, из-за которой стоит лишать себя покоя. Впрочем, его, кажется, заинтересовал рассказ отца о встрече с дочерью Дантеса. У такой канальи и такая дочь обязательно напишу кузине. Говорите, хорошенькая? Гончаровы подарили России немало красавиц. Петр Никифорович заговорил об обществе зеленой лампы, о печати, которой поэт запечатал свое письмо Мансурову и спросил, вам приходилось что-либо слышать о гемме печати с изображением лампы? Как же слышал, подтвердил Пушкин младший и этими словами превратил отца в самого счастливого человека в Болгарии? Полковник сказал, что действительно, по семейным преданиям у Александра Сергеевича имелся перстень печатка с изображением лампы. А где он теперь? Представления не имею. Но, видимо, можно попытаться его разыскать. Можно, усмехнулся Александр Александрович. Невозможного не существует. Но нужно ли? Перстень с изображением лампы был потерян отцом очень давно в Кишиневе или Гурзуфе, а может, еще где. Ежели не ошибаюсь, стихотворение «Талисман» он написал в году двадцать пятом или двадцать шестом. В двадцать седьмом поправил отец. Тем более. К тому времени перстня с лампой у него давно уже не было. «Таким образом, вы хотите сказать, что он никак не мог быть перстнем талисманом?» упавшим голосом спросил отец, превращаясь из самого счастливого в самого несчастного. «Увы, вы уверены в этом, Александр Александрович?» «Как сие не прискорбно, никакого сомнения на этот счет у меня не имеется». Заметив, что отец обратил внимание на его перстень с бирюзой, Александр Александрович оттопырил мизинец правой руки и сказал, «Эту бирюзу отец подарил матери после дуэли с Дантесом и точно такую же Константину Карловичу Донзасу, только тот, я слышал, потерял ее, мать отдала ее мне на счастье». Бирюза на мизинце Александра Александровича была небесно-голубого цвета, просвечивающая по краям, почти прозрачная. Феризе камень счастья. Такую бирюзу на востоке называют исхаки и очень ее ценят. «Хороша не, правда ли?» спросил Александр Александрович. «Меня научили, что надлежит делать, чтобы навсегда сохранить ее цвет, ведь бирюза выцветает. Я ее раз в году кладу в горячую мыльную воду». «Александру Сергеевичу нравилась бирюза?» спросил отец. «Видимо, ежели он хранил ее у себя», сказал Александр Александрович и, посмотрев на отца, засмеялся. «Перстень талисман!» «Он самый!» «Да нет!» «Перстень талисман, полагаю, не из бирюзы был». «Перстень талисман, вероятно, был изумрудным». «Таким образом, сын Пушкина подтверждал сказанное великопольским». «Говорят, изумруд был любимым камнем отца», продолжал Александр Александрович. «Он считал его чем-то вроде талисмана поэтов, художников и музыкантов. У него будто даже был записан апокриф касательно изумруда. Не помните его содержание?» «Почему же не помнить?» «Помню». «Изумрудами была украшена корона сатаны». «И вот, когда сатану не извергли в ад, он потерял один из своих самоцветов, который превратился в изумрудную чашу. Эту чашу царица Савская послала в дар царю Соломону». «Вот такая история. Опасаюсь, как бы вам не пришлось ей удовольствоваться». «Александр Александрович», взмолился отец, «Неужто вы ничем так и не поможете мне?» Полковник развел руками. «Знаете, как французы говорят, самая красивая девушка не может дать больше того, что она имеет», сказал он по-французски, «а вы с ножом к горлу нехорошо». «С удовольствием помог бы вам, но...» «А впрочем, почему бы вам не попробовать поговорить с госпожой Смирновой?» «Она, так, должна что-либо знать о перстне талисмане». «Поговорите со Смирновой, может быть, вам повезет». «Во всяком случае, встретиться с ней значительно проще, чем съездить в Париж и вызвать на дуэль Дантеса, как вы думаете?» Петр Никифорович ничего по этому поводу не думал, так как ему казалось, что фамилию Смирновой слышат впервые. «Кто это?» «Смирнова-то», в свою очередь, удивился Александр Александрович. «Я считал, что ее знают все. Александра Осиповна, врожденная Росетт. Она во времена оной была фрейлиной. Неужто не слышали?» «Нет, будто слышал, неуверенно», сказал Петр Никифорович. «Она в литературе пробовалась. Позвольте, это не та, что опубликовала в русском архиве воспоминания о вашем отце Жуковском. Совершенно справедливо. Она самая», подтвердил Александр Александрович. Помнится, она кому-то говорила о перстне талисмане, который был подарен отцу графине Воронцовой. Правда, поговаривают, что она выжила из ума, но чем черт не шутит? Хватка у вас хорошая, гвардейская, потрясите старушку, авось вам с ней повезет. Проживавшая за границей Смирнова объявилась в России в 1880 году. Отца ей представили, но поговорить с ней ему никак не удавалось. Смирнова нигде не появлялась и никого не принимала у себя. Но на этот раз Петру Никифоровичу все-таки сопутствовало удаче. Москва готовилась к открытию монумента Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник этот, как известно, был сооружен на средства, собранные по всенародной подписке, которая по ходатайству бывших лицеистов была разрешена царем. По предложению лицейского товарища поэта моряка Федора Федоровича Матюшкина памятник решено было устанавливать не в Петербурге, а в Москве, где Пушкин родился. В конкурсе на лучший проект приняли участие известнейшие скульпторы, среди которых были Антокольский, Шредер, Забелло. Жюри после жарких споров остановила свой выбор на работе Александра Михайловича Апикушина. Вокруг покрытого серым холстом памятника были сооружены трибуны и подмостки для почетных гостей, среди которых были Достоевский, Аксаков, Островский, Тургенев, Писинский, Григорович, Майков и дети Пушкина. День выдался пасмурный, дождливый, но Страстная площадь и Тверской бульвар были заполнены народом. Разукрашенные коврами и флажками балконы, кругом цветы, гирлянды живой зелени, в распахнутых окнах близ лежащих домов, лица людей, многие студенты забрались на крыши. В полдень из ворот Страстного монастыря на площадь вышла торжественная процессия и направилась к трибунам, а спустя полчаса после кратких речей перед собравшимися предстал освобожденный от холста бронзовый Пушкин. Первым возложил венок к подножию памятника старший сын поэта Александр Александрович. На его глазах Петр Никифорович увидел слезы. Венки, букеты, гирлянды цветов. В толпе, окружившей монумент, была и Смирнова рассет. Когда народ начал расходиться, к отцу подошел Александр Александрович. Беседовали со Смирновой. Никак не удается. На этой неделе она пригласит вас к себе. Александр Александрович не был похож на провидца, и отец понял, что сын поэта замолвил за него слово. Не знаю, как вас благодарить, а коли не знаете, так и не надо. Александр Александрович ждал экипаж, и он предложил завести отца домой, но Петру Никифоровичу хотелось еще побыть здесь, рядом с Пушкиным, на согнутой руке которого был венок от Тургенева. На следующий день Петр Никифорович слушал в зале благородного собрания речь Тургенева на заседании общества любителей русской словесности. Сияй он, он подобно Пушкину стал более русским и более образованным, более свободным человеком. А еще через день Петр Никифорович получил записку от Смирновой с приглашением посетить ее. Смирнова выражала надежду, что Петр Никифорович не откажет ей в этой просьбе. Так отец получил наконец возможность поговорить о перстне талисмане Пушкина с Александрой Осиповной Смирновой и ее дочерью Ольгой Николаевной, которая была при матери чем-то вроде секретаря. Встретили его весьма любезно и предупредительно, Смирнова охотно отвечала на все интересующие его вопросы. Да, у Сверчка, так называли Пушкина его близкие друзья, был перстень талисман, совершенно верно изумрудный. Сверчок получил его в подарок от графини Воронцовой в Одессе. Пушкин очень дорожил им и носил на указательном пальце правой руки. Нет, талисман поэта не достался ни Пущину, ни Чадаеву, ни Далю. Она знала про все эти слухи, но не считала нужным опровергать их. Однако теперь, видимо, пора внести во все это ясность. Александр Сергеевич, как и следовало того ожидать, подарил перед смертью свой талисман никому-нибудь, а Василию Андреевичу Жуковскому, которого он так сильно любил и который для него так много сделал, тут не может быть абсолютно никаких сомнений. Василий Андреевич сам об этом рассказывал, когда они встречались после смерти сверчка. Василий Андреевич носил тогда перстень-талисман на среднем пальце правой руки, рядом с обручальным кольцом. Он говорил, что Пушкин и жена занимают в его сердце одно и то же место, поэтому перстень покойного и обручальное кольцо тоже должны быть всегда вместе. Ольга, покажи, пожалуйста, господину Белову дюссельдорфский портрет Василия Андреевича, обратилась она к дочери и пояснила, этот портрет написан тестем Василия Андреевича. На портрете 58-летний Жуковский был изображен в полный рост. На безымянном пальце правой руки поэта можно было разглядеть обручальное кольцо, а на среднем зеленый изумруд. Камея, спросил Петр Никифорович у Смирновой, нет, интальо, ответила та, а неучаствовавшая в разговоре Ольга Николаевна сказала, перс, который продал это интальо графини, рассказывал о нем прелестную историю. Да, да, живила Смирнова, и мой отец уже сытый по горло различными легендами, с должным смирением вынужден был выслушать еще одну. Изумрудная интальо, работа древнего восточного мастера, много лет хранилась вместе с другими старинными геммами в сокровищнице великих моголов в Дели. А в 1739 году, когда войска персидского завоевателя Надир-Шаха вторглись в Индию, и сокровищница великого могола Мухаммед-Шаха была разграблена, Надир-Шах подарил это интальо своему старшему и любимому сыну, который должен был наследовать великую и могущественную империю. Но будущее известно лишь Аллаху. И в 1743 году Надир-Шах, разгневавшись за что-то на сына, приказал ослепить его. Впрочем, Шах вскоре раскаялся в содеянном, и гнев его обратился против пятидесяти вельмож, присутствовавших при ослеплении наследника. Почему они, зная о намерении своего повелителя, не разубедили его, почему они не предложили Шаху свою жизнь для спасения отчей наследника? Понятно, что на все эти вопросы вельможи ничего вразумительного ответить не могли, а молчание, по мнению Надир-Шаха, являло самым веским доказательством их вины. Справедливость рано или поздно, но должна была восторжествовать, и она восторжествовала, все пятьдесят виновников ослепления Реза-Кулы были казнены на площади перед дворцом. Реза-Кула мог собственными глазами убедиться в справедливости своего великого отца, но глаз у него уже не было. И тогда Шах, отличавшийся не только справедливостью, но и хитроумием, сказал сыну, «Твои уши услышат их стоны, а твой изумруд увидит их мучения, и когда наследник присутствовал при казни, на его груди была инталья и сокровищница великих моголов». Кто-то из персидских поэтов писал потом, что от созерцания пролитой во время этой казни крови изумруд стал алого цвета и таким же горячим, как щипцы, которыми палачи терзали несчастных. Чтобы вернуть камню прежний цвет, инталью поместили в зеленом, как сам изумруд в Шахском саду, и ровно через 50 дней камню вернулась его первоначальная окраска. Василий Андреевич собирался написать обо всем этом балладу. Что-то вроде поликратово перстня Шиллера, сказала Александра Осиповна. Такая же мысль была, как мне говорили и у Александра Сергеевича, но ни тому, ни другому не удалось осуществить свое намерение. Ольга Николаевна красноречиво посмотрела на часы, давая тем самым понять, что время визит уже истекло. Но отец, пренебрегая, намеком спросил, что произошло с перстнем Пушкина после смерти Жуковского. Василий Андреевич оставил его своему сыну Павлу Васильевичу. Перстень и сейчас у него? Нет. А у кого же? Настойчиво допытывался отец, у которого не было уверенности, что ему еще когда-нибудь приведет собеседовать со Смирновой. Павел, поклонник господина Тургенева, сухо сказала дочь Смирновой, и в знак своего уважения к таланту этого литератора он подарил ему доставшийся от отца перстень Пушкина. Но с непременным условием, чтобы после смерти господина Тургенева перстень был ему возвращен, дополнила ее старушка. Дочь Смирнова и вторично посмотрела на часы и встала. К сожалению, будет ли это условие выполнено или нет, зависит не от господина Тургенева, а от госпожи Виардо. Отцу не оставалось ничего иного, как откланяться. Казалось бы, разговор с двумя дамами внес определенность в загадочную историю с перстнем поэта, но отец приобрел некоторый скептицизм и печальный опыт за время своих долголетних поисков и теперь уже сомневался во всем. Его сомнения разделял и Александр Александрович Пушкин. Встретиться с Тургеневым в Москве отцу не удалось. Не смог он побеседовать с ним и во Франции, хотя очень к этому стремился. На свои письма к Тургеневу и сыну Жуковского ответ он не получил, что уже само по себе было плохим признаком. Вновь Тургенева отец увидел лишь в 1883 году, когда тело великого писателя, согласно его желанию, было привезено из Франции в Россию и похоронено на Волковом кладбище. Увы, больше Иван Сергеевич Тургенев уже ничем не мог помочь отцу с перстнем талисманом Пушкина. Петр Никифорович хотел повидать Полину Виардо, но в связи с различными обстоятельствами откладывал свою поездку во Францию с года на год, то дела, то несчастья. И вдруг, а вдруг бывает не только в детективных романах, но и в жизни. 8 марта 1887 года газета Новое время напечатала письмо Василия Богдановича Пассака, русского вице-консула в Далмации и литератора, автора публиковавшихся в Вестнике Европы воспоминаний рядового первого призыва и некоторых других популярных в свое время билетристических произведений. В своем письме Пассак удостоверял, что умерший в Бужевале под Парижем в доме Виардо Иван Сергеевич Тургенев действительно владел перстным талисманом Пушкина. Более того, Пассак приводил сказанные при нем слова писателя «Я очень горжусь обладанием пушкинского перстня и придаю ему так же, как и Пушкин большое значение. После моей смерти я бы желал, чтобы этот перстень был передан графу Льву Николаевичу Толстому как высшему представителю современной литературы с тем, чтобы, когда настанет его час, граф передал этот перстень по своему выбору достойнейшему последователю пушкинских традиций между новейшими писателями. Петр Никифорович считал эту публикацию подарком судьбы, которая, как вы могли убедиться, до сего времени его отнюдь не баловала. Итак, рассказанное ему двумя дамами подтверждалось, перстень был у Ивана Сергеевича Тургенева. Но где он находится теперь, когда Ивана Сергеевича не стало, в России или во Франции? У кого он? У Полины Виардо, Павла Жуковского или у Льва Николаевича Толстого? По просьбе Петра Никифоровича один из его приятелей, уехавший во Францию на лечение, посетил Полину Виардо. Он рассказывал потом отцу о состоявшейся встрече, во время которой речь шла о перстне Пушкина. Да, действительно, сказал Виардо, у Ивана Сергеевича хранился этот перстень, он очень ценил его, когда Тургенев работал, он обычно надевал его на палец. При этом Иван Сергеевич шутил, что с этим перстнем одни хлопоты, что перстень гения настолько строг и взыскателен, что он вынужден порой по нескольку раз переделывать в своей рукописи каждую фразу. Увы, этот перстень никак не хочет понять, что он невеликий Пушкин, а всего лишь обычный, ничем не примечательный, Тургенев. Какой с него спрос? Но разве перстень Пушкина убедишь в том, что иногда можно сделать скидку? Куда там? Вот и стыдишься каждой малой небрежности, вот и мучаешься часами над словом, не только почетно, но и трудно носить на пальце перстень гения. Приятель отца спросил, где этот перстень сейчас? Виардо сказала, что у нее этот перстень дорог ей как память о безвременно ушедшем из жизни Тургене. Она понимает, что у нее нет морального права оставлять эту бесценную реликвию у себя. Перстень так же, как Пушкин и Тургенев, принадлежит России, все так, и тут ни в чем ее не надо убеждать, слова излишни. Просто пока она не может решиться расстаться с ним. Это свыше ее сил. Но рано или поздно это, конечно, придется сделать. В России говорят, что лучше раньше, чем позже. Не всегда, не всегда. И все-таки в этом году она перешлет перстень в Петербург. Как скоро она боится называть точную дату. Назвать дату это взять на себя обязательство. Она не хотела бы связывать себя по рукам до такой степени. Да и нужно ли это? Она может заверить лишь в том, что перстень Пушкина во Франции, конечно, не останется. Можете поверить, он будет в Петербурге. Скоро, очень скоро. Возможно, он вернется к себе на родину даже в этом месяце. Ну, может быть, в следующем. Она надеется, что русские не будут на нее в обиде, ежели возвращение талисмана Пушкина несколько задержатся, не правда ли? У приятеля отца создалось впечатление, что Полина Виардо была с ним полностью искренна, и что перстень Пушкина окажется в России в ближайшие месяцы. Самого перстня, о котором говорил Виардо, он не видел и не спрашивал у нее, из какого камня он сделан, но отцу этого и не требовалось. Перстень Пушкина был изумрудным. Это представлялось таким же бесспорным, как и то, что земля вращается вокруг солнца, а он, Петр Никифорович Белов, посвятивший столько времени розыску талисмана поэта, находится на конец цели. Загадочный и прекрасный изумруд, никогда не интересовавшийся самоцветами и ювелирным делом, Петр Никифорович за время поисков перстня Пушкина узнал об изумрудах все, что только можно было узнать. Он теперь знал, что так называемый бразильский изумруд вовсе и не изумруд, а всего лишь зеленый турмалин, что медный изумруд это диоптаз, капский тренит, а африканский изумруд обыкновенный зеленый флюорид. истинный изумруд это самая красивая разновидность благородного берила, тот самый камень, который уважительно именовали смарагдом. Такие камни в глубокой древности добывались в Египте, в знаменитых копьях царицы Клеопатры и на рудниках Мюзо и Чиворсомон Доко в Америке задолго до прихода туда испанских завоевателей. От отца я узнал и о том, что самым большим изумрудом в мире считается изумруд герцога Деванширского, найденный в Мюзо близ Богаты в Колумбии. Этот камень весит около 1386 каратов. Его подарил герцогу император Бразилии. Отец рассказывал, что изумруд в России был всегда одним из самых ценимых самоцветов. Отец показывал мне рисунок изумрудной перстневой печати Петра Первого. На этой печати он был изображен сидящим на троне в царском облачении с короной. В одной руке скипетр, в другой держава. По периметру печати надпись «Царь и великий князь Петр Алексеевич всея Руси». Отец предполагал, что изумрудной была и другая личная печать Петра Первого с изображением молодого плотника, окруженного корабельными инструментами и пушками, с надписью по кругу «Азбо есмь в чину учимых и учащих мя требую». Не знаю на чем Петр Никифорович основывался, но он считал, что талисман Пушкина это перстень с резным изумрудом античной формы. Такой формы, кстати, была печать Петра Первого с изображением его на троне. Он допускал также, что самоцвет Пушкина огранен багетом или каре. Форма камня, огранка, шлифовка, оправа, гравировка во всем этом могли быть самые различные варианты. Неизменным оставалось одно — талисманом Пушкина был изумруд и только он. Полина Виардо сдержала свое обещание. Перстень, остававшийся у нее после смерти Тургенева, был в конце концов отослан ею в Петербург, где попал в Пушкинский музей. Петр Никифорович одним из первых в Петербурге узнал эту долгожданную весть. Хранителя музея Виктора Борисовича Гречаева, страстного поклонника Пушкина, человека исключительной доброжелательности и обаяния, отец знал довольно давно. Увидев отца, Гречаев очень обрадовался. Весьма кстати, сказал он, вы же за последнее время стали докой в ювелирных делах, только по части изумрудов. Не скромничайте, не скромничайте, Петр Никифорович, вот поглядите, пожалуйста, взглядом знатока. И он протянул отцу перстень с восьмиугольным резным камнем красноватого цвета. Что вы скажете об этой штуке? Петру Никифоровичу, как нетрудно догадаться, не терпелось посмотреть на присланный виардо перстень талисман Пушкина, поиском которого он отдал столько времени и сил. Но он, разумеется, не мог отказать в просьбе Виктору Борисовичу. Видно, Гречаев собирался приобрести эту вещицу. Ну, что ж, вас интересует камень? Именно. Обычный сердолик или корнеол. Название от латинского карнис, то есть мясо, насколько я помню латынь. Совершенно верно, мясо. Как видите, окраска этого камня действительно несколько напоминает цвет мяса. Впрочем, некоторые считают, что название корнеола произошло не от карниса, а от корнума, кизила, но, видимо, это не столь уж существенно. Гречаев спросил, относится ли корнеол к драгоценным камням? Нет. Это поделочный камень, ближайший родственник Яшмы. А что тут за надпись? Прочесть не берусь. Надпись на древнееврейском, а тут я пас. Ну, и так более чем достаточно, улыбнулся Гречаев. Знатока древнееврейского я отыщу, спасибо. Всегда к вашим услугам, сказал отец. А теперь у меня к вам просьба. Если это в моей власти, то считайте, что она уже выполнена. Хочу полюбоваться наконец перстнем талисманом Пушкина. Наступило молчание. Гречаев озадаченно смотрел на отца. Шутите? А почему, собственно, я должен шутить? В свою очередь, удивился отец. Хотя бы потому, что вы держите его в руках. Отец был ошеломлен. Он ожидал всего, но только не этого. Простите, Виктор Борисович, я правильно вас понял. Вы утверждаете, что этот корнеоловый перстень был пушкинским талисманом? Во всяком случае, он прислан Полиной Виардо, сказал Гречаев и спросил, вы сомневаетесь, что его носил Пушкин? Нет, отец в этом не сомневался. Присланный из Франции перстень безусловно принадлежал Пушкину. О нем неоднократно упоминали современники поэта, но считал ли Пушкин этот корнеоловый перстень своим талисманом? Его ли он имел в виду в своих письмах к брату? Ему ли были посвящены два стихотворения? Конечно же, нет. Ведь те, с кем Петр Никифорович беседовал, говорили именно об изумруде, покровителе поэтов, художников и музыкантов, который вместо короны вручался каждому вновь избранному королю братства Менестрелий и которым награждали победителей в состязании бардов? Недаром Великопольский, рассказывая отцу о таблице камней, которую ему показывал Пушкин, говорил, что изумруд в ней был подчеркнут, а старший сын поэта рассказывал Петру Никифоровичу апокриф об изумрудной чаше, подаренной царице Исавской, царю Соломону. Нет. Пушкин, конечно, считал своим талисманом не сердоликовый, а изумрудный перстень, но тогда выходит, что подлинный перстень талисман поэта был не у Тургенева, а у кого-то другого, но у кого. Может быть, он действительно достался Владимиру Ивановичу Далю, который был рядом с Пушкиным, до самой его кончины, ведь утверждают, что Даль сам говорил об этом. А может быть, перстень у графа Льва Николаевича Толстого, отец этого так и не узнал. Когда я, сдав экзамены за второй курс университета, готовился принять участие в археологической экспедиции, которая должна была заниматься раскопками в районе Керчи, из дома пришла телеграмма о его кончине. Он умер за своим письменным столом, правя черновик письма Льву Николаевичу Толстому. Оно, разумеется, было посвящено все тому же перстню. Когда после похорон я разбирал его бумаги, то обнаружил вот эту тетрадь в Сафьяновом переплете. В ней, со свойственной отцу скрупулезностью, были изложены все перипетии его многолетних розысков, сведения о геммах, камнях, записаны разговоры с различными людьми, приведены выдержки из писем, имевших какое-либо отношение к перстню талисману Пушкина. Уезжая, я забрал эту тетрадь с собой. С тех пор она всюду меня сопровождала. Но внимательно прочел я ее лишь в 1918 году. Тогда же проштудировал ее от первой до последней страницы у сольцев. Связано это было с одним не совсем обычным обстоятельством. Как вы, наверное, знаете, продолжал свой рассказ Василий Петрович, в январе 1918 года в московском Кремле была ограблена патриаршая резница. Мне привело сосматривать экспонаты многих музеев мира. Короче говоря, мне есть с чем сравнивать то, что хранилось в патриаршей резнице в московском Кремле, и должен сказать, что там имелись экспонаты, достойные лучших сокровищниц мира. Чтобы вы имели некоторое представление о том, что было тогда похищено, я вам прочту описание всего нескольких вещей из краткого указателя патриаршей резницы, который был издан в 1906 году. Золотое кадило в виде одноглавой церкви, украшенное драгоценными камнями, дар царицы Ирины Феодоровны, прочел Василий Петрович, панагия золотая константинопольского патриарха Кирилла Лукариса, в середине на громадном сапфире вырезано изображение благовещения, Евангелие царицы Натальи Кирилловны, обе доски переплета золотые, покрыты финифтинами изображениями и множеством драгоценных камней громадной стоимости, весу в Евангелии более двух пудов. Знаменитые Евангелия великого князя Новгородского Мстислава Владимировича XII века с золотым переплетом, украшенным эмалями X, XI, XII, XVI столетий. Золотые сосуды с эмалью царя Федора Алексеевича весом в 30 фунтов 58 золотников, сак кос патриарха Никона по краям низен кофимским жемчугом, более полутора ста золотых с чернью дробниц, множество драгоценных камней в золотых гнездах, весит до двух пудов. И вот этот уникальный музей стал жертвой преступления, продолжал Василий Петрович. Причем следует сказать, что ограбление Ризницы было не первым случаем расхищения предметов искусства. Бесследно исчезали картины, фарфоровые табакерки, скульптуры, гобелены, коллекция древних монет и античных гем из барских особняков, захваченных анархистами. Покидая большевистскую Россию, богачи увозили за границу полотна великих мастеров. Бесценные фолианты, старинные иконы продавали их иностранцам, прятали в тайники. Поэтому президиум московского софдепа, заслушав сообщение о случившемся председателе комиссии по охране памятников искусства и старины, не только обратился ко всем гражданам советской России с призывом оказать содействие в розыске и возвращении похищенного из патриаршей ризницы, но и ходатайствовал перед совнаркомом республики о национализации всех предметов искусства, имеющих художественное и историческое значение. Это ходатайство, разумеется, было удовлетворено. А некоторое время спустя, если не ошибаюсь, в апреле народный комиссариат художественно-исторических имуществ, в котором я тогда заведовал одним из подотделов, человеком, что это не претензий. Продолжение следует...